Мои дорогие, всем привет! Я очень рада видеть и приветствовать вас на своем канале. Я думаю, мои дорогие подписчики уже заметили, что в последнее время как-то вот я начала разбирать, у меня был разбор фильма «Красовка на всю голову», недавно мы разобрали первую серию турецкого сериала «В конце ночи», а сегодня я берусь разбирать мультфильм моего детства, и я думаю, еще не одного поколения, это «Красавица и чудовище», история очень красивая, история любви, и вообще в последнее время получилось так, что даже когда какие-то звезды приходят на какие-то передачи, у них спрашивают, а расскажи, пожалуйста, какой мультфильм тебе нравился в детстве, и якобы можно какой-то сложить психологический какой-то портрет, и это много что может сказать там о будущем девочке, то, каких партнеров она будет себе выбирать, какой модели поведения, вообще жизни она будет потом следовать. В детстве моим любимым фильмом стал «Красавица и чудовище», который я, кстати, недавно смотрела, я люблю вот этот вот «Красавица и чудовище» 1991 года, дальше, по-моему, 17 или 18 год именно был фильм, но, если честно, там много чего переврали, переделали, я была на нем в кинотеатре, в целом, конечно, очень неплохо, все-таки то мультфильм, а это фильм, но если сравнивать, то, конечно же, оригинал этот не превзойден. Я как та самая девочка, которая выросла на мультфильме «Красавица и чудовище», которое я пересматривала с мамой его, наверное, тысячу раз, мама мне даже сейчас говорит, что ты меня в детстве заставляла смотреть вместе с тобой этот фильм очень большое какое-то количество раз. Я еще любила смотреть «Русалочку Ариэль», но это немножко другая история. Недавно я пересмотрела этот фильм, проанализировала его и как раз думала, как классно будет вынести его на разбор. Хочу начать с характеристики основных персонажей. Это Белль, сама красавица Адам, это чудовище, и Гастон. Злосчастный вот этот самодовольный хам. В общем, то, что я выписала. Белль умная, красивая, отшельница, любит читать книги, мечтает о муже, который будет ее понимать и принимать такой, какая она есть. Не хочет только варить борщи и рожать детей. Очень решительная, очень любит своего отца, привязана очень к нему. Чудовище. Принц в облике чудовища с добрым сердцем. Хоть и поначалу скрывает его за агрессией, тиранством каким-то, например, но на самом деле боится открывать свое сердце. Боится, что не сможет возвратиться обратно в человеческий облик. Тоже такой момент, что это не какой-то классический тиран, я себе пометила. Он говорит, я закрою тебя навсегда в камере в башне. Помните, в этот момент? Но на самом деле сразу же переселяет ее в комнату. Я не буду тебя кормить. Тут же зовет ее на какой-то ужин. Кормит. Я никогда тебя не отпущу. Отпущу, отпускает. Гастон. Тот самый приставучий, самодовольный, хам. Несмотря на это все, повелитель женских сердец. Желчный, туповатый, примитивный, эгоистичный. У него отсутствует эмпатия. Вообще было в шоке с того момента, когда он, значит, захотел отца Бель упечь в психушку, и якобы, чтобы потом его оттуда вытащить, взамен на это она выйдет за него замуж. Какой может быть после этого вообще брак? И вот это самый настоящий тиран. Версию, которую сегодня я хочу оспорить. Многие говорят, что красавицы и чудовища, девочки, которые любят красавицы и чудовища, это в основном жертвы. Вот эта вся история с самопожертвованием, то, что запри меня, выпусти моего отца, и я буду сидеть вечно. Но на самом деле для меня Бель это не жертва, потому что жертвой она бы стала, если бы она вышла замуж за Гастона. Жить как раз-таки с нелюбимым ради спасения отца, то, что отец в психушке для того, чтобы его вытащить. Вот это как раз-таки такая классическая жертва. Давайте немножко поговорим про модель поведения девочек, которым в детстве очень нравилось смотреть мультфильм «Красавица и чудовище». Такие девушки, как я говорила, я к ним себя тоже причисляю, потому что когда начинала разбирать, то есть какие им нравятся потом партнеры, это те, кто будет их очень как-то сильно добиваться, кто будет брать их нахрапом, который будет совершать какие-то героические поступки, которые будет видеть и боготворить только её, только она может меня спасти, она может меня превратить в человеческий облик, только вот она и всё вокруг неё. Никто ни раньше не смог это сделать, до неё, ни после неё никто не может, если она это не сделает, никто его, значит, не вернёт в этот человеческий облик. Желание быть закаменной, прям стеной, вот это вот бал, замок, танцы, вот этот весь романтизм, кстати говоря. И вообще, в принципе, этот фильм говорит, что внешность не важна для Белли, важно доброе сердце, она влюбилась в чудовище, а не в прекрасного принца. И вот это тоже желание, как будто бы сбежать с того мира, в котором ты вырос, где ты был, как-то начать жить по-новому. Очень важен человек из другого мира, с другими взглядами, с другими понятиями, с другой средой. Материальный достаток тоже сыграл не последнюю роль, то есть вот эта вот шикарная библиотека, боже, заходишь, и просто в восторге от этого всего. Вот действительно девочка попала в другой мир. Я помню в начале фильма, там есть, в начале мультфильма есть момент, когда она заходит в библиотеку, и там библиотекарь говорит, Белль, ну ты читала, ты перечитала уже все книги здесь, а вот эту ты читаешь там 155-й какой-то раз. Она говорит, это моя любимая книга, то есть она уже там все прошуршала, то есть все там бы как-то ей уже понятно, а тут совершенно какая-то вот новизна. Потом что еще важно? Как я и говорила, очень важно, чтобы человек, ее будущий спутник был современен, чтобы он принимал ее такой, какая она есть, вот такой нестандартной женой по меркам того самого времени. Это история про то, как полюбить не за внешность, это история про то, про большое желание вырваться в какой-то другой мир, в тот, который тебе более понятен, более комфортен, который тебе более подходит по всей твоей структуре. Ну и, конечно же, самое интересное я оставила в конце. Вот это вот видеть и боготворить только ее, брать нахрапом, это все моя история. Меня всегда привлекали лидеры, какие-то властные, которые берут нахрапом. Вот это лично моя история, когда, ну история, чтобы добиться, это было просто не на жизнь, а насмерть. Там очень большая такая была, ну это уже моя такая личная история. Ну была очень серьезная история, когда я видела, что вот этому человеку я действительно нужна, я ему интересна, потому что я видела по поступкам. И вот еще как вышло, про желание вырваться в другой мир. Это вообще, если честно, так удивительно, как работают вот эти мультфильмы, потому что, вот смотрите, это все, так скажем, сценарий моей жизни. У меня немножко не так, но все же желание немножко поменять свою среду. Вообще, в целом, у меня семья спортсменов, в частности это футбол, и у меня с самого детства было жесткое желание, что я не хочу себе футболиста. Ну то есть футболист у меня вызывает какое-то отторжение. С самого детства, будучи прям маленькой девочкой, еще я помнила, я хочу себе, чтобы он у меня был какой-нибудь боксер, какой-нибудь вот, чтобы он очень хорошо умел драться, и вот такое все, вот это какая-то сфера. Потом я уже поняла, что мне в принципе не важно, чтобы это был какой-то спортсмен. А почему именно бокс? Потому что бокс олицетворяет какую-то силу для девочки. Тогда я еще в детстве, мне было, я только, ну, была очень маленькая, я не знала все эти разновидности, и так и получилось, что я сама и притянула к себе вот эти все, значит, искусства. Есть же разное, есть же не только бокс, но в принципе я так и переписала этот сценарий. Но вот у меня было жесткое с самого детства, нет, нет, я не хочу себе футболиста. Вот у меня на эту сферу как будто подсознательно стоит крест. Я не хочу, я хочу чего-то для себя другого. Например, мальчик, я помню, который в детстве мне нравился, это начальная школа, он тоже не был связан с футболом, он был связан с учебой. И это тоже про желание чего-то нового, про какой-то другой мир. И я вижу, что вот это вот все, вот оно в моей жизни сложилось именно вот по сценарию «Красавица и чудовище». По поводу того, чтобы влюбляться в душу, а не в какие-то внешние моменты. По своей жизни я могу сказать, что не все были какими-то сумасшедшими красавчиками, но действительно так уж получалось, что на тот момент, видимо, во мне и в их качествах мне нравилось что-то другое. Ну, например, последний мой выбор, слава богу, все совпало. Вот у меня лично, это что же о чем-то говорит, что у меня нет такого, что мне важны голубые глаза, мне важны вот такой-то, такой-то оттенок волос, мне важно, я не знаю, что мне вообще важно, и по каким моментам я это все когда-то выбирала, потому что, если так посмотреть, у меня вообще нет типажа, все какие-то были вообще разные. И, кстати, про вот это неклассическое тиранство, выбирала ли я вот таких вот, которые я закрою тебя в башне, я вытащу из башни. Вот сейчас я подумаю, вот я конкретно же берусь не по всем, а именно по тем отношениям, которые у меня прям везде по пятерочкам все лягло. Поводу этой маски, какой-то тиранизм или еще что-то, но у меня нет такого, что мне нравятся какие-то тираны, которые говорят, ты не наденешь эту юбку, ты не пойдешь туда, я тебе запр... Да фиг тебе, попробуй запретить, я пойду и сделаю. У меня такого было постоянно. Ну попробуй, ну скажи мне, что ты мне это не разрешаешь делать. Я уже завтра буду там, я уже собираю чемодан, я уже на этой тусовке. У меня было вот так. Поэтому запретить вообще не мой формат. Никогда не буду слушать, никакие запреты. Вот я их просто нарушаю. Потому что, вы знаете, какой-либо запрет всегда во мне разжигает какое-то желание его нарушить. И вот даже мама моя, она говорит, я не хотела, чтобы ты там была вот такой, вот такой, вот такой, поэтому никогда тебе ничего не запрещало, не лазила в твоем телефоне. Никогда, реально. У меня мама никогда не знала ни пароля от телефона, не залезала ни в соцсети, не открывала каждый день мои дневники. И не была никакой скрытной. Но если бы был какой-то запрет, тушите свет! Просто был бы. Возможно, это связано еще с моим знаком зодиака. Я лев, знают, что львы, это очень горделивые знаки. И меня всегда оскорбляло какое-то недоверие, когда начинаются что-то проверять. Например, я никогда не позволю прочитать свою переписку. Ну, то есть открыто закрывать глаза на того, что шарится там в моем телефоне, в моей переписке, я не буду. Для меня это всегда оскорбление меня. То есть почему ты лазил? Потому что ты мне не доверяешь, а почему ты не доверяешь? Ты не можешь спросить, а почему ты не можешь спросить? Или, а если ты можешь спросить, а почему ты не веришь на слово? Ну, такие вот разные моменты. То есть для меня вот красавица-чудовище очень показательно. Анализируйте своей жизнью, какие есть сходства. Пишите обязательно в комментариях, кто у нас Белли с красавицей и чудовище. Я толком не помню, почему мне нравилась, например, «Русалочка Ариэль». Я помню, что какая-то вот эстетика всего фильма. Мама тоже говорила, что я была влюблена в этот фильм. Но надо пересмотреть, чтобы понять, что потом сложилось по этому сценарию вообще, что там было, и что я взяла из этого фильма и переняла на свою, например, жизнь. Тоже вот хочу посмотреть, потому что я уже не помню, что там было. В общем, спасибо большое вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол обязательно, для того, чтобы быть в курсе всех событий и не терять меня из виду. С вами была ваша Карина. Ждите следующих видео, следующих обзоров. Я поняла, что они вам нравятся. Вы смотрите их большим удовольствием. Всё, до встречи в моих следующих роликах. Пока-пока!